Бисмиллахи рахмана рахим. Всевышний Аллах принял пост и принял выстаивание перед Всевышним Аллахом, и чтобы этот пост и это выстаивание не было брошено нам в лицо, а именно было принято в день суда, в день, в тот день, когда не поможет ни потомство, ни дети, ни имущество. Кроме того, если человек пристанет перед Всевышним Аллахом с чистым, прозрачным сердцем, которое поклонялось ему одному. Уважаемые братья и сестры, сегодня опять наша лекция, наш эфир Мааль Кур'ан вместе с Кур'аном, вместе с Рамаданом, вместе с Кур'аном. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы дал нам даракат, дал нам благодать из-за этого. То, что мы с вами вот это обсуждаем, размышляем над Кур'аном, чтобы нас Аллах Субханава Та'Аля сделал из-за людей, которые живут вместе с Кур'аном, которые приближенные люди ко Всевышнему Аллаху Субханава Та'Аля. Поэтому, когда собираются верующие, сейчас у нас с вами как такой кружок поминания Всевышнего Аллаха Субханава Та'Аля, ангелы окружают этот круг, просят прощения, дуа, иншаллах, и каждый из нас выйдет из этого, иншаллах, с прощенными грехами. Как передается, даже все времена, некоторые ученые, когда давали лекции, некоторые просто мимо проходили, останавливались, даже если не были из-за числа этого кружка, просто чтобы послушать, чтобы они были в том кругу, за которых просят ангелы, из тихтар, просят ангелы прощения. Постараемся в этот сегодняшний день, иншаллах, то есть подготовили такой некий конспект, мы сказали, перед тем, как зайдем в Тафсир, мы должны как бы понять смысл, ощутить этот смысл величия Кур'ана своими сердцами, своим разумом. Поэтому сейчас, сегодняшняя наша лекция, иншаллах, посвященная опять же Кур'ану, из разных книг, из хадитов, из аятов выписали, сделали такой маленький конспект, вообще краткий-краткий конспект, как вообще начиналось со времен пророка Мухаммада, с послания Кур'ана, то есть со времен Аль-Лубуа, со времен пророчества, послания к Аллаху, саллаху алейхи вассалям, и до его смерти. То есть, конечно, мы всю сиру здесь не сможем охватить, но вкратце, вкратце, дабы было, для кого-то это будет повторение, как Аллах в Кур'ане, напоминает, если напоминание помогает верующим, для кого-то это что-то для себя новое, что-то возьмет, иншаллах, дабы укрепить наши сердца, дабы... Дабы наш сердца, блубил... Бадалый Глазил. Дабы наш сердца, блубил, Кур'ан и жили по-Кур'ану. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы никогда не собьете с прямого пути, если крепко будете за это держаться. В другом хадисе сказано, держите за это крепко коренными зубами. Китаб Аллах, книга Аллаха, сказал посланник Аллаха. Опять же, когда есть некие разногласия среди верующих, они возвращаются к Курану и к посланнику Аллаха. Как сказано в Куране. Если вы в чем-то спорите, у вас возникли какие-то противоречия, вернитесь к Аллаху и к посланнику. К Аллаху, мы знаем, как вернуться. К Курану, книге Всевышнего Аллаха. К посланнику сейчас посланника Аллаха среди нас нету. А именно возвращаемся к его сунне. Сунне посланника Аллаха. Куран – это последнее небесное писание. Анзел Аллаху а'ля, калби Мухаммадин, саллаллаху а'ляхи вассалям. Всевышний Аллах, субхану ва-та'ля, неспослал на сердце посланника Аллаха, саллаллаху а'ляхи вассалям. Где Всевышний, субхану ва-та'ля, сказал. С этим Кураном Аллах, субхану ва-та'ля, послал ангелов. Ангела Джабриил, саллаллаху а'ляхи вассалям. На твое сердце, Мухаммад, литакуна минал мунфирин. Дабы ты был ищеславовичевателем, билисанин, арабийин, мубийн. На арабском ясном языке. Расул, саллаллаху а'ляхи вассалям. Кабля ан юнаббе, кана вафиры лаакль. Ла яртабу курайш абадан. Перед тем, как посланнику Аллаху, саллаллаху а'ляхи вассалям, дано было откровение, вахи. Именно откровение от Всевышнего Аллаха, перед тем, как он стал посланником, пророком. В нем никогда никто не сомневался. У него был чистый разум, здоровый разум, здоровое сердце. И ни в коем случае никогда в нем курайшиты не сомневались. Ла фи сидки, ва ла фи адали. Не сомневались в его честности. Не сомневались в его справедливости. Но однако, пророк Мухаммад, саллаллаху а'ляхи вассалям, никогда не поклонялся идолам. Несмотря на то, что он жил среди курайшитов. То есть даже несмотря на то, что он не поклонялся идолам, курайшиты это знали. И он среди них жил, несмотря на это, а он не поклонялся идолам. В тот момент, когда остальные поклонялись идолам, курайшиты не сомневались в его честности. Не сомневались в его адалете. Не сомневались в его справедливости. Даже более того, когда уже среди них началась адава, война. И когда он хотел сделать переселение, он раздал все, что ему оставляли курайшиты. То есть ему оставляли на сохранение ценности. И он раздал обратно по домам, раздал и ушел, покинул Мекку. Поэтому его называют Амин. Именно он был честным. Именно был безопасным. Среди вокруг него чувствовали себя даже его враги. И никогда он ни разу в жизни не сделал земной поклон ни одному идолу. И никогда он не клялся ни латтой, ни узой. Латт, аль-Узза это те идолы, которые были внутри Каабы. Которым поклонялись курайшиты, аль-Латт, аль-Узза. То есть именно до этого, кто это такие? Это были праведные люди. До посланника Аллаха. После их смерти люди в честь них сделали идолы. И им начали поклоняться. Когда ему наступило 40 лет, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, пришло ему откровение. Стал он посланником. Опять же, он был в пещере Хира. На сегодняшний день, если такую некую параллель провести, мы сидим в домах. И человек, в Аллахе, как у вас, так и у нас сердца скучает по мечети, по домам Аллаха, по совместным таравихам. Но однако, если посмотреть в сиру посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, одни из прекрасных времен, было это время, когда посланник Аллах салаллаху алейхи вассалям, уединялся в пещере Хира. Он размышлал над могуществом, над творением Всевышнего Аллаха. И там ему пришло пророчество. То есть он брал зад, какую-то еду, питье, то есть собой пищу брал от своей супруги Хадиджа, брал зад и поклонялся там Аллаху, через размышления и смотрел на Каабу. Поэтому смотреть на Каабу, это тоже является поклонением. К нему пришел ангел Джибриил, и нажал ему три раза на грудь и сказал, читай. Потом, после того, как три раза он ему нажал и сказал, читай, потом он его отпустил три раза. Нажал, отпустил, нажал, отпустил. На что пророк Мухаммад сказал Я не чтец, я не умею читать Мы с вами до этого говорили Что посланник Аллаха еще в первой лекции Он не мог читать, не мог писать На что он сказал Он говорит, я не умею читать А Джибрил знал, что он не умеет читать Но однако, несмотря на это Он ему повторял три раза Читай, читай, читай Поэтому тавсиры этому Икра И после этого не спослали Первое, что было не спослано на сердце посланника Аллаха Пять аятов Вот эти первые аяты из сурата Аляк Сейчас мы с вами вернемся То есть проведем До того, как продолжим Первое, что вообще из Кур'ана На сердце посланника Аллаха Было не спослано эти пять аятов Из сурата Аляк Как целиком сура Полностью сура Было не спослано Пророку Мухаммаду Первая сура Полностью целиком Мудасир То есть То есть он напугался Вернулся Хадиджи укутался Сказал Укройте меня Накройте Укутайте меня Тогда Аллах Субханалу Вот я сказал О, кто укутался Кум стан Фэндир Предостерегай Ураббака Факеббар Взовеличивай Своего Господа Усияббака Фактагир Очистите свою одежду То есть Ему приказы Прошли Я югалму Заммин Кумилля Илля Калилля Вот тот, кто укутался Выстаивай Ночь Кроме как То есть Немного То есть Имеется ввиду Большинство Большую часть ночь Выстаив В поклонении Это как полностью Сура Мудэфир Как аяты Аллах Субханалу Спасал Икра Читая первая Опять аят Как сура Мудэфир Последняя сура Которая была Неспозна Пророку Мухаммаду Как целиком Сура Сура Наср Вы эту суру знаете Как целиком Сура Как аяты Которые После которых Уже не было Других аятов Где Был Неспознан Новый хукм То есть Харам Или халал Это Аяты Сурат Маиды Где Всевышний Аллах Субханалу Сказал Аль-Ялма Во время Прощального Хаджа Посланника Аллаха Где Всевышний Сказал Сегодня я для вас Религию Вашу Усовершенствовал Сделал ее полную Усовершенствовал Для вас Своей милости И довольствую Для вас Религией Исламом Это как После этого Пророк Мухаммад Еще Жил И Неспосылались Другие аяты Но аяты Не связаны С хукмом Шариатом Халал Или Харам То есть Новым законом А были Неспозны Какие-то Наставления Связаны Багбоязнице Багбоязнице И именно Самый Последний Аят Самый Последний Что было Неспособ На сердце Посланника Аллаха Салам И после Этого Больше Больше Не было Других Аятов Это И каждая душа Заслужит То что она Совершила И они Не будут Притесненными То есть Самые первые аяты Пять аятов Из суры Самая первая Сура Сура Самая Последняя Сура Наср Аяты Связаны Законами Это Из суры И самое Последнее Что было Неспособ Из Корана Это Бойтесь Дня Когда Вы Будете Возвращены К Аллаху Субханаху Вата Поэтому Отсюда Говорится То есть Самый Первый Самый Первый Что Было Неспособ Из Откровения Это Пять аятов Сура Поэтому Здесь Ученые Дают Следующее Почему В чем Вообще Вот это Икра То есть Когда Ангел Джабраил Сказал Три раза Читай Хотя Он знал Джабраил То что Пророк Не может Читать Но Почему Он повторил Икра Читай Читай Далил Аль Вахий Это Это доказательство То что Откровение Вахий Трех видов Первый Таухид Единобожие Второе Ахкан Законы Третье Касас Рассказы То есть Если Посмотришь Куран Там Единобожие Говорится Единобожие То что Поклоняться Можно Только Одному Аллаху Субхан Второе Хукмы Халяль Харам И третье Касас Касас Именно Рассказы Истории Из пророков Истории Которые Были до Посланника Аллаха Саллаллаху А то что Он ему Три раза Нажал На грудь Это тоже В этом есть Далиль Первое Джахд Хзару Шаабе Аби Талиб Аль-Хиджра Ума Вака Али Мусульмина Яум Ухуд Это Здесь Три Будут Такие Тяжелые События В уме Пророка Мухаммада Саллаллаху В жизни Пророка Мухаммада Саллаллаху Али-Саллалм Поэтому Три раза Нажал Первое Это что Блокада Осада Племени Абу Талиб Второе Аль-Хиджра Переселение То есть Такие Серьезные Моменты Жизненные Так скажем Во времена Посланника Аллаха Первое Это что Блокада Осада Племени Абу Талиб Второе Хиджра Переселение И третье То что Случилось С мусульманами В день Ухуд Когда они Потерпели Поражение Сколько Погибло Мусульман Хамз Радаллаху Он Погиб На этой Битве Сломали Зуб Посланника Аллаха Саллаллаху Али-Салям И так же То что Он его Три раза Нажал на грудь И три раза Отпустил его На это Далил То что Будет ему Три победы Посланника Аллаха Саллаллаху Али-Салям То что Аллах Субхан Даст ему Помощь Победу И утвердит Укрепит его В этой жизни В барзахи То есть Барзах Это между Этой жизнью Ахиратом То есть Те люди Которые Сейчас ушли Из этой жизни Еще никого нету В Ахирате Еще никого нету В раю И никого нету В ваду Они живут В барзахи И третья Ахира То есть Джанна Рай Первое Насу Аттамкин Афиддунья То что Он ему Отпустил Ему дал Некое Такое Облегчение В этой жизни Победа Придет То есть Было Открытие Мекки То что Люди Зашли В религию Аллаху Субхану Аттамкин Толпами То есть В этой жизни В барзахи И в Ахирате В Ахирате То что Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ассалям Он первый Тот Кто Откроет Дверь Джанна Так Скажено Что Когда люди Будут Вести Ват И в рай Посланник Аллаху Алейхи Обратился К сахабам И сказал Ибрагим Ибрагим Якуна Аля Когда людей Будут Вести Толпами Кого-то В рай Кого-то В ад Примлиженный Друг Аллаха Ибрагим Будет Стоять Около Рая С правой Стороны А я Буду Стоять Около Ада И тогда Сказали Сахабы Посланник Аллаху Я Расул Аллах Почему Ты Посланник Аллах Не будешь Стоять Около Рая На что Ответил Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Это для того Чтобы Если я вдруг Увижу Если кого-то Из моей уммы Из моей общины Будут вести В огонь В ад И уже На последнем этапе Я хотя бы Я тоже за него Сделаю Заступничество Чтобы его Не вводили в ад То есть Посланник Аллах Он единственный Кто будет Заступаться За всю умму Каждый пророк Скажет Я Рабби На все О Господь Спаси меня Я Аллах Спаси меня Кроме Посланника Аллаха Сказали Я Рабби Уммати О мой Господь Моя община Моя община Несмотря на это Даже на последней стадии Я буду стоять Около ворот Ада Если кого-то Будут вести в ад Чтобы я Притормозил И еще попросил Аллаха Чтобы он его Не вводил в ад Посмотрите Какой Всевышний Аллах Сказал В Коране Описывал Посланника Аллаха Он был По отношению Верующим Милосердным Милосердным Не сказал Рахмана Сказал Рахима Милосердным После этого Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Васселям Когда Вернулся Из горы Хира И Вахи Куран Спасылался В течение 23 лет То есть 40 лет Он стал Посланником 63 года Умер 23 года Он был Пророком И ему Не спасался На протяжении 23 лет 23 лет Этот Куран Самые первые Дни Когда он Призывал К Аллаху Субхану Что мы с вами Упомянули То есть Аллах Субхану Атали Ему здесь Приказывает И объясняет Что ему Нужно Делать Нужно Ему Призывать Я Ухалму Заммиль О Кто Укутался Сейчас Мы с вами Уважаемые Братья и Сестры На сегодня День Мы знаем Много Есть Разных Университетов Где готовят Хафизов Куран Где изучают Куран Во всем мире В России Там есть Тахфиз В Казани Где готовят Хафизов Есть В Тунисе В Саудовской Аравии В Египте И так далее Но Самая первая Школа По изучению Курана Это Макам Аркам Ибн Аби Аркам Ассахаби Сагир Юноша Сподвижник Был ему 16 лет Это его дом Аркам Ибн Аби Аркам Вот этот Аркам Ибн Аби Аркам Там скрывались Посланник Аллах С первыми людьми Которые приняли Ислам Это как Абубак Радаллах Али И другие Сахаб Скрывались Ибн Аби Аркам Тоже принял Ислам И у него дома Три года Было Да'ва Сирия Скрытый призыв Там они изучали Куран То что не Спасылалось Посланник Аллах Салам Аркам Ибн Аби Аркам Из Посмотрите Субханаллах Какое величие Аллах Самый первый Дом изучения Курана Аркам Ибн Аби Аркам Аркам Ибн Аби Аркам Был 16 лет Он из кабели Из клана Бану Махзум А Бану Махзум Это самый Такой Такой клан Такой дом В Мекке Которые объявили Войну Посланнику Аллах Салаллах Из них Валид Ибн Мухира Абу Джахль Харит Ибн Хишам Это те люди Которые объявили Войну Посланнику Аллах Салаллах Они тоже Из Бану Махзум Однако Они с ним Воевали Объявили ему Войну При этом Они не знали То что Их дом Дом Их клана Их тейпа Их табили Там у них Изучается Куран Самый первый Кружок Курана Поэтому Аллах Яфа Аллах Создает Делает Все Что пожелает И именно В их доме То есть Первый Это был дом Где изучался Куран В исламе Самая первая школа По изучению Курана Это дом Аркама Ибн Аби Аркама Самое первое Поколение Курана Это поколение То которые Были вместе С посланником Аллаха Салаллаху Алейхи В этом доме Теперь Курашиты Когда смотрели На Куран Они не поверили Не поверили То что это Каляму Аллах То что это Откровение От Аллаха То что это Речь Аллаха Субхану Ибн Харит Был такой Он говорит То есть Противник Посланник Аллаха Салаллах Я тоже могу Вам прочитать И рассказать Так как Вам рассказывает Мухаммад То есть Тоже могу Придумать Аллах Тогда Субхану Сказал Они говорят Что ты его Придумал Ответьте Мухаммад Если я его Придумал То и вы Придумайте Подобно Курану Хотя бы Одну Суру И просите При этом Помощи У кого Пожелаете Помимо Аллаха Но так это Не случилось Поэтому Когда они сказали Асатир Это Истории Придуманы До этого Всевышний Аллах Субхану Не спасал Аят Из сурата Аль-Фуркан Субхану Субхану Это Истории Придуманы До этого То есть Сказки Которые Он сам Написал Которые Неспосылаются Ему Читаются Ему Утром И ночью Не спасал Это То что вы Говорите Что это Сказки Этот Куран Эти Аяты Неспослал Тот Кто знает Скрытые И явные В небесах И на земле Поясни Тот Кто не Спослал Этот Куран Он Прощающий Милосердный Также Куран Он Защищает Слабых Те Которые Хотят Получить Помощи Куран Защищает Яхруджу Хаббаб Ибн Арад Рад Аллаху Ямалу Хаббад Инда Ас Ибн Ваил То есть Арад Такой был Сподвижник Рад Аллаху Ибн Хаббаб Ибн Арад Сподвижник Посланник Аллаха Саллаху Алейси Работал Он У Ас Ибн Ас Работал Он У него И когда Сделал То есть Такие работы Там Как плотником Работал У него Такие Домашние Работы У него Выполнял То есть То что Он ему Говорил И тогда Когда он Пришел К нему То есть Когда за Зарплатой Пришел Он сказал Я тебе Не заплачу Пока Ты Не Сделаешь Куфр Мухаммада Пока Ты Не Оттрекнешься От религии Мухаммада То есть Он Тогда ему Сказал Несмотря на то Что он Нуждался В деньгах Он Сказал Клянусь Аллахом Я Не Сделаю Куфр Я Не Предам Мухаммада Саллах Аллах Тебя Умертвит Потом Он Тебя Оживит И тогда Аз Вот этот Который Он Должен Заплатить Зарплату Ответил Ему С пренебрежением С высокомерием Он Сказал Что Я умру Потом Воскресну То есть Как это Может быть И он Ответил С пренебрежением Тогда Подожди Пока Я умру Потом Воскресну Потом Говорит У меня Будет Возвращено Мое Имущество И мои Дети Я Тогда Расплачу С тобой Отдам Тебя Твою Зарплату То есть С таким Воскомеренно С издевательством Сказал Раддан Аллах И Всевышний Аллах Субхан Не Спасал Аят В этот Момент Этим Аятом Ответил Этому Асу И Утвердил Сердце На пути Ислама Хабаба И Спасал Аяты Пророку Мухаммаду Салаллаху Алейхи Ассалям Афар Айтан Ладзи Кафара Би Аят На Ва Кал Ла Утаян Мал Ва 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 Аттана Алгайба Амит Тахад Аинд Рахмани Ахда Кал Санак Тум Ма Яку Намуд Ла Мин Ал Азаб Мад Да Ва Нарит Ма Яку Нам Аттана Фар Ниспасал Эти Аяты Иссураты Мария Не видел ли ты того Который не уверовал В наши знамения В наши аяты И сказал То что мне будет Дано Богатство Имущество И дети То есть мне будет Это все возвращено Аттана Амит Тахад Аинд Рахмани Ахда То есть Аллах Санак Говорит ему с удивлением То есть он что Увидел Скрытое что-то Как он так может утверждать Или он взял У Аллаха Санак Договор Соглючение с Аллахом Аллах ему обещал Кал Санак Нет же Я зафиксирую Запишу его слова И я дам ему Протяжное наказание То есть Мадда Даже то кто изучает Таджвид Есть правило Мадда Мадда Это протяжка То есть имеется ввиду Не просто будет наказание А долгим Длинным будет его наказание И придет он То что он сказал Он заслужит И придет в судный день Передо мной отвечать Один Говорит Си-Вишн Аллах То есть Аллах Неспослал Эти аяты В поддержку Хаббабу И ответ Асу Теперь перейдем Курайши То есть Если вы заметили Мы вкратце Сиру Посланника Аллаха С Кораном Вместе здесь Вспоминаем То есть вкратце Чтобы была ясна Картинка Собираются Курайшиты Чтобы убить Посланника Аллаха Салаллаху То есть не могут С ним никак Покончить То есть хотят Остановить Куран Каждый день Куран Посылается Новый аят Новый хук Это начало Раздражать Посланника Аллаху И когда он хотел Мимо них пройти Прочитал эти аяты И Аллах Субхану Ва Тааля Скрыл их То есть зора Мимо них ходил Они даже его не замечали Где Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля Сказал И мы сделали Перед ними Преграду И за ними Преграды И забрали Их зрение Это когда он хотел Выйти Сделали хиджру В Медину Переселился В Медину Посланник Аллаха Салаллаху Алейхиссалям Аллах Дал ему победу В битве При Бадре Как раз Битва При Бадре Была В Рамадане И именно Сура Которая Неспособна В Рамадан При Бадре Это Сура Аль-Анфаль Сура Аль-Анфаль Восмая Сура Священного Кур'ана Трофея Потом Наступает После Бадра Была битва Ухуд Пришел Абдуллах Ибн Каниа Который Был на стороне Курашитов На стороне Неверующих И убил Мусаба Ибн Умейра Мусаба Ибн Умейра Он был Похож На посланника Аллаха Салаллаху Алейхиссалям И подумал Что он убил Пророка Мухаммада То есть Был Лицом Похож Мусаб Бин Умейр Был похож Лицом На посланника Аллаха Салаллаху Алейхиссалям Также был Похож Лицом То есть Внешним видом И также Внутренним Качественным Ахляком На посланника Аллаха Салаллаху Алейхиссалям Джаафар Ибн Абиталиб Джаафар Ибн Абиталиб Когда он пришел После открытия Хайбара Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхиссалям Очень обрадовался И сказал Ла А'лам Бима Афраху Акфер Би Фатхи Хайбар Ау Би Кудуми Джаафар Я говорю Не знаю Чему мне Больше радоваться Открытия Хайбара Или то что Джаафар Пришел В наши ряды Поэтому Посланник Аллаха Салаллаху Алейхиссалям Сказал Джаафару Ты похож на меня Как внешне И так же Внутренне Поэтому Абу Гурейра Он сказал Его Именно Тасир Его понимание Что лучшие Сахабы Это Джаафар Именно Абиталиб То есть Другие Сахабы Говорят Что Абу Абу Гурейра В этом С ними Разногласил И говорил Что лучший Сахабов Это Джаафар Именно Абиталиб Потому что Посланник Аллаха Салаллаху Алейхиссалям Сказал Ты похож на меня Как на лицом И так же Внутренним Качеством И вот это Вот Абулла Ибн Убил Мусаба Ибн Умэр И подумал Что убил Пророка Мухаммада Салаллаху Алейхиссалям И начали Кричать Среди Курашитов То что Убили Посланник Аллах Тогда Аллах Не спасал Аят Из Кур'ана Распространился Весь То что Мухаммада Убили Аллах Не спасает Пророка Мухаммаду То есть Вишня Аллах Сказал Мухаммад Никто Иной Кроме Как Посланник До Него Тоже Были Посланники Если он Умрет Или Будет Убит Вы Вернетесь От Религии То есть Аллах Субхан Раздает Вопрос Потом Был Хадж Посланник Аллах Потом Уже Другой Период Когда Был Прощальный Хадж Посланник Аллах Пророк Мухаммад Салаллах Был На своей Верблюдице И Аллах Неспослал Ему Завершил Для вас Своей милости И Для вас Доволен Только Религией Ислам После этого Посланник Аллаха Салаллах Сказал Я думаю Что после Этого года Мы больше Не встретимся Посланник Аллаха Почувствовал От этих Аятов Религия Полная Ничего Новых Законов Не будет И Обратился Наверное После этого Я больше С вами Не встречусь После этого Года Последний Год Мы с вами Представляете Как тяжко Было Слышать Слова Сахаб Мы Вкратце Описали Какой Путь Они прошли С Посланником Аллах Когда Уходили У кого-то Мужья Отцы Дети На Джихад И когда Возвращались Первые Жены Спрашивали Вопрос Жив ли Мухаммад Одна Женщина Сказала Подожди У тебя Отец Убит На этом Джихаде Мужа Убили Ребенка Мне ответили На вопрос Мухаммад Жив или нет Да Он жив После этого Любая Мусыба Любая Проблема Не проблема Так они Любили Посланника Аллаха После Прощального Хаджа Через Три Месяца Посланник Аллаха Чуть Меньше Три Два С половиной Месяца Умер Посланник Аллаха Остановилось Откровение Небесное То есть Куран Больше Не Спасывался Среди Них Сахабов Не остался Пророк Пророк Ушел После этого Умар Когда Не хотел Заходить В дом Посланника Аллаха Саллах Алейсалям Дабы Удостовериться Жив ли Пророк Или нет То есть Он Не хотел Даже Слышать Что он Умер И Усмайн Тоже Не хотел Это То есть Представляете Когда То есть Даже бывает Сегодня Когда Человеку Тяжело Какую-то Тяжелую Новость Кому-то Сообщать Они Не Хотели Абу Бак Радал Аллах Пошел То есть Начали Говорить Умар Не умер Он Кто Будет Говорит Что Он Умер То есть До того Они Любили Были Привязаны Посланник Аллаха Некоторые Сахабы Покинули Медину После Того Как Он Умер Как Беляль Например Когда Умер Посланник Аллах Он Покинул Медину Он Говорит Я Не Хочу Что Что Напоминало О Медине Это Мне Чашка Потому Что Будет Напоминать Посланник Аллах Потом Когда Он Через Какое Время Вернулся Медину Сказал И все Заплакали Сахабы Мы Вспомнили Времена Посланника Аллаха Через Несколько Лет Когда Беляль Вернулся Медину Открыл Лицо Посланника Аллаха И Был Удостоверен То Что Он Умер То Что Он Умер Поцеловал Посланник Аллаха Между Глазами В лоб Понял Что Он Умер Удостоверился Потом Он Вышел В мечеть К людям Чтобы Сказать Эту Весть Залез Поднялся На Мимбар То На Кафедру Откуда Имам Проводит Худбу То Раньше Не Было Такого Мимбара Именно Во время Посланника Аллах Был Какой-то Камень Некоторые Говорят Дерево Пенек Был Во время Посланника Аллах То есть Возвышенность Теперь Алима Абу Бак Радаллах Анху Анна Хадзи Джил Кур'ани Абу Бак Радаллах Анху Который Всегда Был Привязан С посланником Аллаха Который Вместе С ним Сдел Хиджру Который Вместе С ним Были В Пещере Когда Именно Их Искали Куфары Чтобы Поймать Его То есть Он Прикрывал Посланник Аллах Когда Спал Абу Бак Радаллах Анху Закрыл Своей ногой Своей рукой Закрыл Щели Чтобы Оттуда Не Выползали Какие-то Насекомые Чтобы Не Ужалили Посланник Аллах Закрывал Пяткой Закрывал Ногой Потом Он Не Мог Стерпеть Уже И У Него Пробил Пот И Этот Пот Упал На Посланник Аллах Саллах Он Любил Посланник Аллах Когда Во Время Хиджры Посланник Аллах Хотел Пить Была У него Жажда Абу Бак Радаллах Анху Пошел Искать Воду Когда Он Нашел Воду Он Мог бы Сделал Глоток Он Тоже Жаждал Но Я Видел Как Утолял Жажда Посланника Аллаха Тем Самым Глядя На Него Радуюсь Моя Жажда Тоже Утолялась И Вот Этого Абу Вак Вышел Знал Понимал Что Это Поколение Поколение Кур'ана И Кроме Кур'ана Они Ничего Не Примут Нужно Кур'ан Как Объяснить То Что Все Нет Среди Посланник Аллах И Тогда Он Не Вернулся На Свои Слова От Себя Чего То Не Говорил И Не Сказал Такой Человек Что То Сказал Даль Толя Ковля Аллах Та А Прочитал Он Аят Из Кур'ана Мухаммад Никто Иной Кроме Как Посланник С Этим Обращением После Того Как Удостоверился Смерть Посланника Аллаха Обратился К Верующим Сказал Мухаммад Никто Иной Кроме Как Посланник До Него Были Тоже Посланники Если Он Умер Умрет Или Будет Убит Вы Отвернетесь То есть Покидаете Религию Оставите Религию То есть Обращение Аллаха Потом Он Сказал Следующее Мухаммад Мухаммад Поистине Аллах Живой И Никогда Он Не Умрет Всевышний Аллах Сказал То есть То Кто Оставит Если Оставит Эту Религию После Этих Аятов Если Вы Вернетесь Оставите А То Кто Оставит Отвернется Тем Самым Нисколечко Не Навредит Аллах Субханава Та'ля И Аллах Субхан Наградит Благодарных Людей Когда Умар Услышал Это От Абу Акара Никто Не Мог Сказать Что Абу Акар Лжет Потому Что Одно Из Имен Сыды Его Качество Сыды Все Что Он Говорил Правда И Все Ему Верили Не Проверяя То Понимая Абу Акар Это Не Кто Иной Это Абу Акар Говорит И Когда Умар Услышал Когда До Этого Говорили Что Мухаммед Умер Или Нет Не Верили Когда Абу Акар сказал Умар Услышал Его Ноги То есть Зафиксированы Были Пятки Не Смог Даже Сделать Пошевелиться Пошататься То есть Был В шоке И Как будто Он Первый раз Слышал Этот Аят Куран Хотя До Как Было Формирование Курана Как Было Именно Сахабы Жили С Кураном Вкратце Чтобы Было Понимание Теперь Как Куран Передавался Смотрите Аллах Джибраил А.С. А.Н. Наби Нахм Аллах Потом Он Был Передан От Аллаха Джибраил От Джибраиля Пророку Мухаммеду А.С. От Пророка Уже Нам То есть Через Сахабов Ибн Масуд Другим Сахабам И так Цепочка Передается Всевышний Аллах Субхан Сказал Поистине Этот Куран Ведет Человека Самым Лучшим Путем Если Каждый Раз Когда Жизнь Обманывает И Призывает Красоте Чтобы Наши Сердца Это Как Сосуды Они Чем-то Должны Быть Заполнены Если Наши Сердца Заполнены Любовью К этой Дудни К этой Красоте Постоянно Мы должны Вспоминать Всевышнего Аллаха И читать Куран Где Всевышний Субхан Сказал Поистине Мы тебе дали Семь аятов И Великий Куран Пусть Пусть Твои Глаза Не Будут Обмануты Красотой Этой Жизни И Не Печалься За Других И Однако Растилай Своё Крыло Для Верующих То есть Помогай Верующим И Будь Близок Нем Всевышний Аллах Сказал В Куране Если бы Мы Не Спаслали Этот Куран Не Людям А На Гору То Ты Увидел Как Эти Горы Были Бо Хашем Богобоязн Разлетелись Бо Страха Перед Аллахом То есть Не Выдержали Бо Этот Куран То есть Именно Боялись Бо Чего Обещание Аллаху Мутасаддиан От Предостережения Поэтому Куран Оставляется Как мы Говорили То есть Некоторые люди Оставляют Забывают Куран И думают Что Нет у меня Нужды В Куран Однако Мы Сейчас После этого Должны Понимать Величие Курана Как Он Вообще Передавался Как Он Был Сохранен Как Сахабы Жили По Курану Как Сподвижники Жили Как Они Относились Курану Поэтому Мы Должны Как Сказал Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Васселам Наилучший Из вас Кто Изучал Куран И Обучал Другим Наилучший Из вас Кто Обучался Куран И Обучал Его Другим Пророк Мухаммад Салаллах Не Сказал Наилучший Изврат Кто Вызубрил Куран И Других Там Заставлял Зубрить Нет Изучал Сюда Входит Улюм Куран Знания Куране Асбаб Нузул Причин Неспосылания То есть Все что Муса Али Фахми Все что Помогает Понять Куран То есть Таджвит Арабский Язык Все сюда Входит Дабы Понимать Куран И жить С Кураном Теперь Давайте С вами Вкратце Расскажем Напомним Сколько Видов Какие виды Были Ваши Откровения То есть Как Вообще Было Вот это Посланник Аллаха Передавалось Аят Мы сказали То что От Аллаха Джибрилю Мухаммаду И потом Ну как Это Именно Передавалось Один Из видов Откровения Через Занавес То есть Был Занавес И За ним Стоял Джибрил Посланник Аллаха Не видел И он Только Слышал То что Читал Ему Джибрил Как Аллах Субхан В Коране Сказал То есть Человеку Не было Дано Чтобы Аллах С ним Разговаривал Кроме Как Через Откровение Или Через Занавес Потом То есть Именно Он Слышал Просто Как Голос Слышал Как Читалось Просто Звук То есть Вот Это Был Тоже Куран Тоже Как будто Звон Какой-то Был Перед тем Как Приходило Вахи Откровение Был Звон И было Тяжко Посланник Он потел То есть У него Поднимала Температуру В таком Виде Передавался Куран Также Два Раза Посланник Аллаха Самое Тяжкое Что Было На сердце Посланника Аллаха Почему Потому что Слово Тяжелое Тяжело Это Не Спросылалось Всевышний Аллах Субхану Сказал В Коране Мы Тебе Не Спошлем Тяжелое Слово Именно Самое Тяжелое Извахи Было Для Посланника Аллаха Когда Он Видел В Настоящем Облике Джибраиля Два Раза Первый Раз Когда Было В Пещере Хира Как Описал Его Посланник Аллах Салам Было У Него Джибраиля 600 Крыльев Одно Это Вне Пространстве Одно Крыло Покрывает Суэто Дунья Субхану Такое То есть В своем Улике Увидел Ангела Джибраиля Из Названия Курана Откуда Взят То есть Понимаем Как Перевод Курана Слово Читать Разъяснение Разъяснение Отчего То есть Разъяснение Это Уважаемые Братья Джаман Куран Вообще Собрано Было Тариф Сам Куран Что это Калям Это Речь Аллаха Слово Аллаха Муатазириты То есть Были Фирка Фирак Пророк Мухаммад Саллах Сказал И моя Община Разделится На 73 Течения Все будут В аду Кроме Одна Это Те Кто Спаслись Это Те Кто Живут По Куран И Сунни Вот Были Такие Как Муатазириты Они Говорили Что это Куран Это Не Слова Не Речь Аллаха Это Творение Аллаха На Что С ним Проводил Диспут Имам Ахмад Бин Хамбар Его Посадили В тюрьму За это Потом Уже Когда Он Был Выпущен То есть Когда Ему Дали Выбор Чтобы Всех Весь Нарос Собрать И Сказать Что Куран Скажи Что Куран Это Его Сильно Били Плетями На Что Его Дядя Скажи Что Это Создание Тебя Отпустят Говорит Мой Дядя Говорит Я могу Протерпеть Кнут Этой Дуни Но Не Могу Выдержать Огонь Ада Поэтому Говорит Я не Могу Это Сказать Что Это Слова Речь Аллаха Это Не Создание Аллаха И Когда Потом Он Думал Что Хотел Сказать Таким Образом Куран И Сунна Это Два Создания Имел Ввиду Два Пальца Но Не Имел Ввиду Что Куран Сунна Создания А Именно Эти Два Пальца Но Когда Увидел Народ Сколько Собралось И Говорит Подумал Что Они Неправильно Меня Поймут И Он Еще Рас Сказал Нет Куран Это Калям Аллах Куран Это Речь Аллаха И Его Еще Больше Посадили В Не Не Было Книги Как Мы Сейчас С Вами Дан Прям Мус Держим Куран Такого Не Было Во Время Посланника Аллах Весь Куран Был Здесь Как Аллах Куран Это Рисляющее Знамение В сердцах Обладатели Знания Потом Уже Кто-то Записывал Для себя На Корее На Скалах Выписывал Потом Уже Пришел Куран И Предложил Собрать Куран На Что Ему Было Страшно Как Мы Можем Это Сделать Мы Это Не Делали Во Время Посланника Аллах На Что Посланник Аллах Сказал Берите Мою Сумну Моих Халифов То есть Многие Начали Умирать Хафиды Погибли И так Далее Потом Собрали Часов Зайд Собрал Другие Часы Они Начали Собирать Куран Аллах Он Сказал Если бы Ты Умар Предложил Разобрать Гору По Камушку И Заново Собрать Было бы Легче Для Мое Сердце Чем Собрать Куран В Одну Книгу Потом Они Собирали Потом Уже Во время Умара Бенхаттада Собирали Другое Собирание Было Во время Утмана Радаллах Уже Собрали Как Одну Книгу И Было Расмуль Утмане Расмуль Утмане Именно Вот Этот Вид Именно Прописи Утмана Радаллах Было Четыре Арбанюсах Четыре Экземпляра И Они Разослали По Местности То есть Так вот Вкратце Было Собран Куран Мы Наверное С вами Не будем Уже Взбираться Там Дальше Более Углубляться Караат И Макамат Это Уже Такая Как бы Это Иншалла Потом Как-нибудь Вернемся К этому Но Основное Что у нас В этот месяц Размышлять Над Кураном Размышлять Над Кураном Поэтому Я думаю Валлаху А'лем То Что Вот Это Тамхид Мы С вами Так Скажем Подготовка К этому Мы С вами Закончили Альхамдуля В этих Лекциях И Да Аллах Субханава Та'аля Наверное Будем Выставим Когда Может Послезавтра Наверное Ища Аллах Уже Начнем Разбирать Тафсир Ну Альхамдуля Вот Весь Замысел Был В этом В чем Чтобы У нас В наших Сердцах Укрепился Увеличилась Любовь Курану Увеличилась Любовь К Речи Аллах Субханава Та'аля Чтобы Мы Когда Уже С вами Будем Разбирать Тафсир Уже Более Осознанно Понимали Что Такое Куран Как Он Передавался То есть Какая Награда Там Кто Вычитает Какая Награда Там Кто Его Изучает За Каждую Буковку То есть До этого Мы Изучали Касательно Курана До этого Мы Говорили То есть Какое Это Великое Чудо Какое Это Великое Чудо Куран И Будущем Уже Наверное Послезавтра Мы будем Ввешивать Стоиск Именно Когда Будет Приходить Лекция В этот День Начнем С вами Уже Изучать Тафсир Будем Выбирать Аяты Ссылаясь На Куран На Хадисы Посланник Аллах Салам Алейх Ассалам И Уже Разбирать Тафсир Джазак Братья Сестры Барак Лафик Пускай Аллах Примет От нас И От вас Сейчас Пойдемте Читать От Таравих И Не Забывайте Делать Дуа Мы За Вас Делаем Вы За Нас Делайте И За Всю Умму Посланник Аллаха Салаллах Алейх 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 Мухаммад Алейх Алейх Мухаммад